С 1 января в Поморье начали действовать обновленные подходы к поддержке семей с детьми. Подробнее об этом поговорим сегодня на 13 этаже. Меня зовут Дарья Жилина. Здравствуйте. Гость студии, министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Сергей Свиридов. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие изменения произошли в региональном материнском капитале? Давайте немножко с цифр начну. Если мы, например, говорите о 2021 году, начинали его обо всех мерах поддержки для всех категорий граждан, это было 14 миллиардов. То вот в 2022 год мы уже начинаем с суммой 2016 миллиардов. Соответственно, у нас на 2 миллиарда произошло увеличение. И как раз основные цифры по увеличению суммы, они связаны с детьми, с семьями с детьми. Если говорить о материнском капитале, то мы все помним, было поручение губернатора Санта-Альча Цибульского о том, чтобы материнский капитал могли многодетные семьи получать не один раз, а при рождении следующих детей такое право возникло вновь. То есть, если, например, в предыдущие годы, до 1 ноября 2022 года, семья уже получила материнский капитал региональный, на 3-го, или на 4-го, или на 5-го, то, соответственно, при рождении ребенка еще в семье, семья также появляется право, может претендовать на материнский капитал. Необходимо в этом случае обратиться в отделение Санта защиты населения, получить сертификат и, соответственно, воспользоваться этими средствами. А какой сейчас размер выплаты и насколько он больше в сравнении с прошлым годом? По материнскому капиталу произошла только индексация его на 4% с учетом инфляции, которая произошла, и размер его составляет чуть больше 114 тысяч рублей. А какие изменения ждут многодетные семьи в целом? Правильно вы отметили, что было в рамках данной категории жителей Архангельской области несколько изменений, в том числе они коснулись и компенсации замен земельного участка. Мы знаем, что земельный участок можно получить как в натуре, так и претендовать на его компенсацию. То есть, в принципе, возможно также и денежные средства. До 1 января этого года эта сумма была одинаковая для всех семей – 200 тысяч рублей. Если в прошлом году по инициативе губернатора в областной закон были внесены изменения областными депутатами, и уже с 1 января этого года для семей, где трое детей, также осталось 200 тысяч рублей, а если говорить уже о семьях, где трое детей – это 260, четверо детей – это 260, а где пять и более, то эта сумма уже составляет 310 тысяч рублей. Солидная сумма? Ну, мы исходили из того, что количество детей все-таки влияет на ту необходимую площадь, которая должна быть у семьи. Все-таки мы, хоть и в данном случае нет целевого использования средств, мы все равно считаем, что эти средства должны пойти, в первую очередь, конечно, на улучшение жилищных условий. И в этом случае исходили именно из этого принципа. Как изменился порядок присуждения знака отличия материнская слава, и кто теперь может стать ее обладателем? Вы знаете, практически изменения не произошли серьезных, просто мы упорядочили это. Раньше эти критерии органы местного самоправления устанавливались самостоятельно, и мы провели анализ и поняли, что в разных муниципальных образованиях они разные. Мы вот взяли эту практику, взяли оттуда самые лучшие практики, их объединили, и, соответственно, это, в принципе, те же семьи, которые и раньше, но только сейчас эти критерии прописаны в законе, и они стали все едины для всей области, для всех муниципальных образований. Это, конечно, те семьи, которые достойно воспитывают своих детей, если в общем сказать. Это основной критерий. С 1 января все семьи по море, которые ожидают в свою семью малыша, получают подарочные наборы, в которые входит все необходимое для первых месяцев жизни ребенка. Так вот, что конкретно входит в эти наборы? Вот набор получился достаточно, в моем понимании, очень хороший. Как раз, Санаташ, говорил, когда давал поручение, сказал, что этот набор должен быть разносторонний, в него должны войти как пеленки, распашонки, подгузники, так и средства гигиены. То есть это и крем, и подсыпка, и пеленки, и салфетки. 23 позиции включено в набор, буквально в первых числах эти подарки стали вручать. В настоящий момент мы их разводим по домам. То есть мам, которых выписали с 1 января, информацию нам предоставляют медицинские организации, мы выезжаем на дом и вручаем эти подарки. А с 1 февраля уже планируем, чтобы эти подарки вручались непосредственно в роддоме. А если же говорить не только о многодетных семьях, а в целом о жителях поморья, как они могут узнать, какие меры социальной поддержки им могут быть предоставлены? Вот если позволите, еще об одном изменении, которое коснулось многодетных семей, я скажу. Также этот вопрос был инициирован по поручению губернатора. Это то вознаграждение, которое получают многодетные семьи, которым присвоено звание признательности, то есть в котором вручен специальный диплом признательности. Если говорить о прошлом году, это было 10 тысяч рублей, чуть-чуть больше 10 тысяч, то уже в этом году эта сумма будет составлять 20 тысяч рублей. То есть изменение произошло в два раза. Вы правильно отметили вопрос по поводу информирования, потому что я с 2012 года работаю в социальной сфере и уверен, что всегда информации недостаточно, потому что бывают случаи, когда люди имеют право на ту или иную меры поддержки, они даже просто о ней не знают. Конечно, наша основная обязанность – эту информацию довести до жителей. Было несколько направлений, которые были в прошлом году проработаны. Вы все помните, как летом мы начинали, организовали социальный десант. Александр Анатольевич сказал, что необходимо жителям в отдаленных населенных пунктах, в первую очередь сельских, доводить эту информацию. И вот было принято решение как раз в рамках социального десанта. Это когда формируется группа специалистов из разных ведомств, это у нас и соцзащита, и центр занятости, мы привлекаем пенсионный фонд, то есть все ведомства, которые связаны именно с социальной защитой. И вот в этой группе выезжаем в той или иной населенный пункт. Обычно это в отдалении находится от административного центра муниципального образования, где, может быть, и интернета нет, и информация туда доходит очень редко. Практически в прошлом году все ООС объехали, конечно, не побывали. И в каждом населенном пункте не успели. И вот уже буквально завтра мы снова начинаем и выезжаем. В Васьково социальный десант выезжает. И так дальше тоже продолжат поездки по селу. И вот если говорить о прошлом году, это половина года была, то приняли где-то около 4 тысяч жителей Архангельской области. Некоторые были восстановлены в правах. Даже были случаи, когда на основании решения некоторых отделений соцзащиты было отказано в той или иной мере. Но это очень единичные были случаи, когда человек пришел, обратился именно в социальный десант. Я непосредственно тоже с вами выезжал. Это было в Малышевике. Мы всесторонне рассмотрели, и было принято положительное решение. И еще какой плюс, что где есть возможность интернета, то сразу же, если мы организовываем принятие заявлений, граждане могут сразу же подать заявление. И вот эти случаи тоже были, и заявления непосредственно в рамках социального десанта принимались. Если говорить о других способах информирования, то это было на сайте соцзащиты, если зайти, там есть соответствующее приложение, в которое можно зайти. И это приложение называется социальный навигатор. Туда внести данные определенные по себе, по членам семьи. И в итоге можно получить информацию на те меры поддержки, которые ты можешь претендовать. То есть, в принципе, можно туда зайти и найти ответы на все свои вопросы? Он построен таким образом, что туда вносишь информацию о определенных событиях, о себе, о членах семьи, о детях. И в итоге он выдает информацию, что вы имеете право на такую-то меру поддержки, на такую-то и на такую. И, соответственно, можно увидеть, куда необходимо обратиться и как это оформить. Также было создано мобильное приложение, то есть его можно скачать на любой телефон. И в рамках этого мобильного приложения тоже можно получить информацию о мерах поддержки. И если говорить о последнем, то есть в рамках проекта социального казначейства как на федеральном уровне, так и на региональном шоу реализации проекта о проактивном информировании. Это касается как раз тех людей, которые имеют доступ к порталу госуслуг. И в этом случае, когда наступает у тебя то или иное событие, оттуда автоматически переходит извещение, что вы имеете право на такую-то меру поддержки. Удобно. А какой процент населения Архангельска получает социальную поддержку на данный момент? В прошлом году на региональном уровне мы реализовывали 98 мер соцподдержки по всем категориям, которые поживают. И ее получило чуть больше 400 тысяч жителей Архангельской области. Практически половина. Хотелось бы отметить еще один момент, который для нас в прошлом году был важный, и мы продолжим решение этого вопроса в этом году. Это социальный контракт. По социальному контракту можно получить помощь по разным направлениям. В основном это, конечно, в поиске подходящей работы и получение соответствующего обучения. То есть переквалификации. Также можно получить средства на создание собственного дела, собственного бизнеса. И можно получить средства по выходу из трудной жизненной ситуации. Вот если говорить уже о 2022 году, то эти средства 90 тысяч могут составлять, 120 тысяч. То есть это очень хорошая помощь. И вот в прошлом году это было большое подспорье. Из федерального бюджета мы получили около 250 миллионов федеральных средств. И, соответственно, если говорить о цифрах, то в 25 раз больше было заключено социальных контрактов в 2021 году, чем в 2020. И, соответственно, если говорить уже о жителях, то чуть больше 12 тысяч жителей Архангельской области могли воспользоваться этой помощью. Заключены были социальные контракты. Часть из них перешла на 2022 год. И идет исполнение. И мы сейчас также эти контракты заключаем. И граждане эти средства могут получать. Что еще изменилось в прошлом году, это также может коснуться и детей. Мы вошли и стали участниками федеральной программы, которая направлена на реабилитацию и обилитацию инвалидов и детей инвалидов. Мы также считаем, что это для нас большое подспорье. Там предусмотрены разные мероприятия, и в том числе и финансирование из федерального бюджета. Для нас 2022 год — это организационный, и уже непосредственно реализация самих мероприятий и получение средств из федерального бюджета уже будет в 2023 году. А есть какие-то прям планы на 2022 год? Грандиозные. На 2022 год мы, конечно, вот я уже говорил сегодня об этом, это социальное казначейство. Что такое социальное казначейство? Это если возвращаться к мерам поддержки, это когда того или иного мира можно получить при наступлении событий. То есть людям не надо подавать заявление, не собирать кучу документов. Ну, приведу простой пример. Есть выплаты при рождении ребёнка. То есть сам факт и само событие рождения ребёнка, мама ещё даже находясь в роддоме, получает соответствующую выплату. Не идёт в отделение соцзащиты, не пишет заявление, либо на портал госуслуг не подаёт, а просто получает эти средства, которые ей положены. Вот к этому мы стремимся, и сейчас этот проект мы продолжим, потому что в прошлом году мы взяли в пилот три меры поддержки. Две касались семьи с детьми, это одна и многодетная семья, то есть сегодня можно удостоверение получить, перерегистрировать. То есть ежегодно происходит перерегистрация многодетных семей. Сейчас нет необходимости приходить, мы в рамках межрежестного взаимодействия будем информацию получать, перерегистрация будет проходить без участия семей. И не надо будет подавать заявление. Второе — это оригинальная социальная доплата к пенсии, это касается поживых людей. То есть когда у человека возникает на это право, мы ее автоматически оформляем, и не просто эту выплату будут получать. И третье — это оригинальный материнский капитал. Сегодня мы о нем говорили, его тоже можно получить в проактивном режиме. Соответственно, когда в семье появляется соответствующий ребенок, третий, четвертый, пятый, и у семьи возникает это право, они также будут в автоматическом режиме просто получать сертификацию соответствующей. Не надо бы приходить подавать никакого заявления. И вот 22-й год мы хотим именно этому посвятить, и как можно больше перевести выплат. На сегодняшний день, вот я говорю, было в 21-м году 98 выплат. Мы все знаем, что еще и на федеральном уровне создаются социальные казначейства, и ряд выплат сегодня перешли в пенсионный фонд. И, кстати, буквально сегодня узнавали, они также успешно выплачиваются, то есть нет никакой задержки. У нас осталось 75 на оригинальном уровне. И вот мы все их планируем перевести тоже в проактивный режим, чтобы граждане не беспокоились, не собирали кучу документов, не приходили куда-то с заявлением, а просто получали то, что им положено, а вся остальная забота – это наше государство. Сергей Анатольевич, я благодарю вас за полезную, информативную, интересную беседу. Благодарю за встречу. Спасибо. Это была программа «13 этаж». До встречи.